Итак, мы продолжаем изучать глава Матод Масаэй, она называется, это две главы соединены на этой неделе, Матод Колено и Масаэй, значит, надеюсь, что, что-то у меня стали какие-то проблемы с интернетом, прям очень неприятно, вдруг вот начались, это сейчас время Беном и Царим, и начались какие-то вот очень сбои, прям реальные сбои с интернетом, почему эти сбои начались, я не знаю, но факт, они есть, но слава Богу, видите, мы же из Торы знаем, что нельзя хранить все яйца в одной корзине, поэтому у нас есть и мобильный интернет, с которым тоже сбои, и, значит, интернет обычный, который тоже сбои, но вместе с бои на сбои дает иногда прорвемся, да, как говорится, прорвемся, какой же есть у нас из Торы на этот счет высказывания, что и гатовы Мацата Таамин, говорит нам Тора, то есть старался и нашел, верить, то есть если мы постараемся, то найдем, и второе есть очень сильное высказывание, которое помогает в минуты, когда что-то не получается, знаете как, я уверен, что у каждой есть такие минуты, у кого-то это затягивается на часы, у кого-то даже на годы, но есть такое высказывание, что 7 раз цадик упадет и встанет, а злодей один раз упадет и не встанет, поэтому Тора нам помогает даже в сложные минуты понять, что падение там и так далее, есть, еще Тора нам такой говорит, очень хороший совет, что есть ереда лицора халия, что есть падение для поднятия, то есть когда человек там, ну вот он упал и он себе говорит, вот я упал, а ему Тора говорит, это для поднятия, это значит ты цадик, раз ты упал сейчас, значит ты цадик. Хорошо, значит мы сейчас находимся в третьем отрывке соединенных двух этих глав, и в этом третьем отрывке рассказывается нам следующий момент, значит рассказывается следующий момент, подошли к Машерабейну, подошли к Машерабейну представители колена гада, такое по-русски звучит не очень хорошо, ты из какого колена? Гад, из колена гада, да, как-то не очень звучит, ну в общем подошли они из колена гада, гдуд это отряд на иврите, и сказали они Машерабейну следующий текст, очень интересный такой текст, они ему сказали, сейчас секунду, могу найти где это, вот, значит смотрите, так они ему сказали, у нас говорят они, есть очень много стад, значит колена рувена, колена гада, и было у них много стад, и вот они увидели, что та земля, которую они уже захватили, то есть они подходили со стороны Ерехо, со стороны Иордании, и они захватили два царства, Ога и Сихона, и она была, прямо они сказали Машерабейну, это было место для стад, такая как, знаете, например, одна из самых больших поставщиков мяса в мире сегодня, это Аргентина, почему Аргентина такой большой поставщик мяса? потому что оно, это место приспособленное для выпаса стад, то есть там прям вот такие степи, трава, очень трава, и эти стада там пасутся, едят себе, то есть идеально, выпустил животное, оно ест себе траву, которая растет, потом набирает вес, и потом ты это животное продаешь на мясо, или у него растут волосы, ты волосы срезаешь, и делаешь из него шерстяные одеяльца, все, то есть очень хороший бизнес. И, значит, здесь было такое же место, место для стад, то есть были равнины, заросшие питательной травой, и пришли они к Машерабейну, и сказали, и к Элязару Койну, который стоял рядом с Машерабейну, и сказали, у нас есть большие, давайте вот эти вот все места, которые мы уже захватили, отдадим нам, отдадим нам, мы будем здесь жить, и мы не перейдем через реку Ярден, и тогда земля, которая за пределами Ритии Ярден, то есть от Ритии Ярден до моря, она будет делиться между остальными коленами, мы на нее не претендуем. Значит, и сказал Муше им, да, сыновьям Гада, Калену Гада и Калену Ревена, что ваши братья пойдут на войну, а вы будете здесь сидеть? И зачем вы опять делаете, что вы ослабляете сердце народа, сердце Дне Израэль, чтобы они тоже испугались переходить через эту речку, которую дал, на землю, которую дал нам Бог? Так сделали ваши отцы, когда послал я разведчиков из Кадыш-Барне, когда 40 лет назад, значит, то поколение уже умерло в пустыне, но было то же самое. Они начали говорить, мы не зайдем, у нас не получится и так далее, и Бог повернул на 40 лет всех в пустыню, и умерло все то поколение. И Маше говорит им, вы что хотите, чтобы то же самое было сейчас здесь, чтобы опять Всевышний на нас разневался, и опять нас увел, сказал, что мы недостойны той земли, которую Бог поклялся праотцам Аврааму и Скакуякову. Значит, это сказал им Маше Рабейну. На что они ему ответили? Значит, сказали, нет, мы здесь построим только загоны для нашего скота, и построим города для наших детей, а мы сами пойдем передовыми отрядами, мы пойдем впереди, значит, вооруженные, перед, со всеми вместе, с остальными коленами, и пока не закончится война, мы не вернемся сюда. То есть мы хотим здесь только договориться, что земля наша, но мы лоно шувли эль бейтену, но мы не вернемся в наши дома, пока, значит, не унаследуют сыны Израиля всю землю. Так они ему сказали, и на этом сегодня заканчивается, сегодня короткий отрывок, на этом заканчивается. Что мы отсюда учим? Давайте посмотрим, что мы отсюда учим. Для того, чтобы понять какой-то аспект, да, вот мы видим какой-то разговор. Вот здесь разговор между представителями Калена Гада и Калена Риувена и Машера Бейну. Теперь, если бы мы просто послушали разговор, то Машера Бейну как на него среагировал? Они сказали, давай мы эту землю дай нам. Машера Бейну вспоминает сразу, что было 40 лет назад, и говорит, вы что, хотите, чтобы было то же самое, что было 40 лет назад? То есть человек, когда он участвует в разговоре, он обычно добавляет к тексту того второго человека, добавляет весь свой жизненный опыт. То есть мы не взаимодействуем конкретно с каким-то человеком. Мы каждый раз накладываем на него события, которые были когда-то, для того, чтобы предсказать, что будет в будущем. И получается, что мы как бы все время переставляем прошлое в будущее. И получается, ну, ведь это же прошлое не равно будущему. И они Машера Бейну говорят, нет, вообще не об этом речь. Мы пойдем впереди, мы не будем, это не то, что было. Не то, что мы не хотим зайти в землю Израиля, как тогда, 40 лет назад. Мы очень хотим. Просто мы построим города для наших, для нашего скота, для наших детей. Теперь мы, когда изучаем Тору, мы изучаем Тору для того, чтобы увидеть все вот эти вот модели, и для того, чтобы, как бы, когда мы принимаем решение о будущем, ориентироваться не на свой личный опыт, потому что мой личный опыт – это очень маленький фрагмент, еще не факт, что я его правильно понял. А мы хотим ориентироваться на объективные какие-то законы, которые действуют в реальности, для того, чтобы, для того, чтобы принимать решение не на базе субъективного опыта своего, который маленький фрагмент, а на базе объективной реальности, которую мы наблюдаем на протяжении трех тысяч лет. Теперь интересно здесь вот такой вот момент. Значит, они сказали Машер-Рабейну, что мы построим загоны для нашего скота и города для наших детей. Когда Машер-Рабейну им отвечал, после этого будет его ответ им, он спросил у Всевышнего, Всевышний сказал, да, так и сделай, как они предложили. Но Машер-Рабейну изменил, когда он с ними разговаривал, он им сказал фразу, чуть-чуть по-другому расставил слова. Он сказал, и это спойлер на завтрашний урок, что постройте города для детей и загоны для скота. И устная тора нам говорит, что мы отсюда учим, что он поменял порядок слов, что надо ставить приоритетом всегда детей, а не имущество. И когда человек думает о том, как ему строить свою жизнь, вот, например, он думает, переехать в более хороший район или перейти на какую-то работу, а как это повлияет на детей? Вначале нужно думать про детей, а потом нужно думать про имущество. Это то, что мы отсюда учим, такой момент. Теперь, если мы расширим, расширим, расширим мы, как бы, наш взгляд и посмотрим на ситуацию, а что было дальше? Чем хороша тора? Что мы знаем все события и мы знаем следующую трехтысячелетнюю историю, потому что все, все, что происходило с еврейским народом, все учитывалось, исследовалось и разбиралось мудрецами. И мы находим здесь очень интересную деталь, что вот эти вот два колена, Гат и Реувен и половина колена Минаше, которые остались за Ярденом, то они первые исчезли как народы, как еврейский народ, они первые исчезли. Почему? Еврейский народ существует в этом мире только за счет Торы и за счет близости ко Всевышнему. Когда человек приближается ко Всевышнему очень близко на уровне, что он говорит, я буду делать все, что ты скажешь, и значит, он в этот момент становится евреем. То есть любой человек может стать евреем, если он принимает на себя Тору и выполнение заповедей. Но как только еврей отпускает Тору, он говорит, а я не буду соблюдать, я хочу остаться евреем, но я не буду соблюдать Тору, то он еще остается евреем. Как бы он там не перекрасился, не прооперировался, там ничего, то есть он уже родился евреем, он евреем и умрет. Но его дети, если он отошел от Торы, с вероятностью уже более 50%, они или у них не будет детей, потому что, а зачем им дети? Ну, если Тора говорит, что ты обязан рожать детей, то если Торы нет, то это на мой выбор. Значит, уже может да, может нет. Дальше, Тора говорит, ты должен жениться только с теми, кто соблюдает Тору, то есть евреемы, которые соблюдают заповеди. Но если я отказался от Торы, то тогда у меня выбор очень сильно расширяется. У меня есть 8 миллиардов кандидатуры, я могу жениться, если я не Торы, и на мужчинах, и на ком угодно, могу вообще не жениться. И, естественно, что вероятность того, что второе поколение без евреев, без Торы останется евреями, она уже менее 50%. Третье поколение, уже максимум 10% остаются евреями и продолжают нормально рожать детей. На четвертом поколении вероятность уже стремится к нулю. Это последняя осталась, последняя возможность вернуться ко Всевышнему и соединиться с Торой. Это четвертое поколение, как Бог сказал в Торе, что буду наказывать детей за грехи отцов до третьего, четвертого поколения. Потому что после четвертого поколения уже некого наказывать, уже, то есть, человеком он останется. Потомок, может быть, ну, то есть, он уже будет, его по-другому будут звать, он будет другого цвета. То есть, это уже не будет евреем. Теперь колено Реувена и Гада и половина колена Минаша исчезли в первую очередь. Почему? Потому что они на первое место ставили имущество, а не детей, не воспитание детей. И они отдалились, и они жили вместе с, то есть, они соприкасались с кочевниками, они соприкасались с теми народами, которые были далеко от Торы. И они тут же растворились. Потом было 10 колен остальных. Они отделились после смерти царя Соломона, они отделились в отдельное государство, которое называлось Израиль, в котором первый царь, его звали Еравам, он вместо того, чтобы народ шел в Иерусалим и в Иерусалимский храм, он поставил идолов, поставил идолов и назначил вместо колена Левий и колена Койнов, да, Койна священники. Он назначил своих священников, которые заставляли народ служить идолам, и эти 10 колен исчезли 2,5 тысячи лет назад во время разрушения первого храма. После того, как первый храм был разрушен, то 10 колен Санхирив куда-то увел и они исчезли. Раби Адива сказал, что они уже никогда не найдутся, но были мудрецы, которые сказали, что перед приходом Машеха, когда вся земля наполнится знанием Всевышнего, они найдутся. И это очень интересно, что сейчас есть шансы, то есть тем, как развивается сейчас наука, то можно будет по генетическому анализу найти тех потомков 10 колен, которые растворились в мире. Где они растворились, никто не знает. Есть предположение, что есть, например, эфиопские евреи, это потомки царя Соломона, царицы Савской. И есть, ну, их признали евреями, то есть их признали даже без генетических анализов. Но сейчас есть очень много прям таких людей, которые ищут эти 10 колен, и вполне возможно, что в ближайшие лет 20 окажется, что китайцы, например, это те же 10 колен. Почему нет? Это же было 200 тысяч. Исчезли колена гады Ровена раньше, потому что, что мы отсюда учим? Они ставили на первое место, ставили имущество, а не детей, и они готовы были жить вдалеке от Иерусалима, от центра Торы, от мудрецов. Все. Если ты отдаляешься от Торы, то ты уже, связь с Всевышним, она прерывается. Хорошо. Двигаемся и наоборот. То есть то, что мы сейчас учим Тору, как раз мы и усиливаем, как сказал царь Соломон, что каждая заповедь, это как свеча, которую ты зажигаешь, а Тора, это свет. И путь к жизням, к жизни в этом мире, когда ты все выстраиваешь по объективной реальности, зная объективные законы, и путь к вечной жизни, это тохаход мусар. Это увещевание, нравственное совершенствование и умение поставить себя и свою жизнь под контроль высшего разума, Всевышнего Торы и правил, которые мы придумали. И сегодня у нас 11 июля, поэтому мы изучаем 11 главу Мишлей. И в 11 главе Мишлей у нас есть много интересных отрывков. Всего в этой главе 31 отрывок. Значит, как сегодня 11 июля, 11, правильно. Значит, мы давайте с конца начнем. 30 и 31 отрывок мы сегодня рассмотрим. Значит, 30 отрывок, последний отрывок этой главы, он нам говорит следующую вещь. «При цадик Эцхаим». Значит, плоды цадика, праведника, древо жизни. «Велукеах нефашот хахам» и берет, как бы приобретает души мудрец. Значит, что такое цадик? Цадик, праведник, это тот человек, который сумел поставить все свои желания, которые у него есть в этом мире, он поменял свои желания на желания Всевышнего. Он говорит, у меня моего эго, моих желаний нет. Я хочу только то, что хочет Всевышний. А что хочет Всевышний? Всевышний сказал, что он хочет. Есть заповеди, и, значит, Всевышний сказал, что он хочет. Мудрецы, они вокруг этих заповедей построили ограду для закона, они объяснили, какое поведение нужно добавить к этим заповедям. То есть, то, что они сказали, надо добавить, это не заповеди, всего есть 7 заповедей мудрецов. Но весь шулхан рук практически, и вся вот такая еврейская, религиозная жизнь, это постановление мудрецов, совета мудрецов, как сделать так, чтобы ты выполнял заповеди и не нарушал волю Всевышнего. Например, если простой пример, типа, вот типа, да, вообще не сказал Всевышний, в Торе нет заповеди носить типу. Нету, вообще никак, это не заповедь истории. Но, есть заповедь истории, Бога бояться, такая заповедь есть. В Бога верить, заповедь есть. Значит, остерегаться, ходить по путям Всевышнего, заповедь есть. Освещать имя Всевышнего, заповедь есть. Теперь, как эта тряпочка помогает выполнять все вот эти заповеди? Когда ты надеваешь типу, то ты отделяешь себя от людей без кипы. То есть, ты говоришь, я, вот это на иврите, оно называется, еще есть такое название, ермолка. Ермолка, это сокращение от слов ират, молка, страх перед царем. То есть, человек, который надел на себя типу, он уже, как бы, этим сказал всем людям вокруг себя и себе, вот он в зеркало на себя смотрит и чувствует, что она все время падает, что есть надо мной царь, есть надо мной тот, кто выше меня, тот, кто управляет миром. И типа позволяет мне об этом помнить и это как бы такой знак-напоминатель себе, что, что значит, что есть Бог. И я, то есть, я все время вспоминаю, вот в типе, был бы без кипы человек, он бы сказал, да ладно, мало ли, могу делать все, что хочу. В типе он уже понимает, что если он делает какое-то запрещенное действие, Апатория, то он оскверняет имя Всевышнего. Он как бы людям говорит, смотрите, я религиозный, а я делаю какое-то ужасное дело. И это, это намного должно останавливать, очень сильно должно останавливать. Сейчас есть один... Папа не евреи, все время они вообще мало общались, и у них, вот он слово Тора не знал. Теперь он сейчас начал изучать, ему очень интересно, ему, то есть, действительно, это величайшая мудрость, практически, ну такая мощная, мощная мудрость, и он говорит, я пока типу не буду одевать, я боюсь, потому что я не знаю, так если я буду в типе нарушать, то тогда это будет очень, ну это будет очень некрасиво, что религиозный человек делает какие-то вообще непонятные вещи, да, поэтому он говорит, пока я не буду знать точно, что я живу правильно, по Торе, я не буду пока типу одевать, чтобы не вводить других людей в заблуждение. Я тоже по этому, по этой же причине, я хожу в футболке, не хожу в белой рубашке, в галстуке, чтобы люди не думали, что я рад, потому что я не рад, я не знаю Тору на достаточном уровне, чтобы не ошибаться, поэтому, когда человек ошибается в шляпе, с бородой, и ведет себя некрасиво, то он оскверняет имя Всевышнего, люди вокруг смотрят, говорят, смотрите, какой он религиозный, а как себя ведет ужасно. Теперь дальше, 30-й отрывок говорит нам, какая награда у праведника, у этого. Плод это то, что происходит, вначале, как плоды появляются, вначале происходит семя, потом из этого семени вырастает дерево, потом на дереве вырастают плоды. Так, теперь плод праведника, древо жизни, то есть этот праведник, он выращивает своим поведением, и своими поступками древо жизни, значит, главная награда Торы, это что через соблюдение Торы и заповедей, ты присоединяешься, получаешь вечную жизнь, то есть конкретно ты, и конкретно вечную, ты можешь получить только через, вот знаете как, ты хочешь войти в какой-то компьютер, например, да, он по пальцу, по, как это, по отпечатку пальца, и какой бы ты ни был умный, но если нет этого отпечатка пальца, или ты не знаешь код, который надо ввести, или ты посылаешь, посылаешь там биткоин, кому-то ты посылаешь биткоин, да, ты должен ввести адрес своего кошелька, сеть, по которой ты переводишь биткоин, если ты что-то ошибся, один знак, не работает. Так вот, Тора и заповеди, это как раз вот этот вот отпечаток пальца, этот код, это сеть, через которую лично, персоналити человека, который соединяется с Торой, он получает выход в вечность. Теперь плодами праведника является вот это древо жизни, и Лукайк Нафашот Хахам, берет, приобретает души мудрец. Значит, есть мудрец, был такой, очень известный человек, я, кстати, интересно, ни одной его книги не читал, и недавно видел, перевели на русский язык, книгу его, о царях Израиля, о царе Давиде, о царе Шлома. Звали этого человека Хайм Бялек, его звали. Хайм Бялек, он когда-то учился в Ешиве Воложен, это была самая такая, или Гарвард среди мира Ешив в Литве, то есть ее основал Рафхайм из Воложена, ученик Веленского Гаона, и это была самая элитная Ешива, где изучали Тору на самом высоком уровне. Потом Хайм Бялек, в какой-то момент, он снял типу, он перестал быть соблюдающим Тору евреем, но он остался мудрецом, мудрость ее не уберешь, то есть знания, которые есть в голове, их не уберешь. Я никогда не забуду песню «Взлетие с кострами синей ночи», хотя это не сильно большая мудрость. А Хайм Бялек не мог забыть Гмару, Тору, то, что он учил. Невозможно стереть то знание, которое ты знаешь. Но он был нерелигиозный, он в субботу курил, мог сидеть учить Талмуд в субботу и при этом курить сигарету. Он написал, он был какой-то великий писатель, поэт, значит, прозаик, писал много книг, разных стихов и так далее. И, значит, Хайм Бялек, он есть в каждом городе в Израиле, есть улица Бялека, все. Он был мудрец. И, возможно, через его книги «О царе Соломоне, о царе Давиде», он же изучал всю Тору, он знал источники, предания Агадот. Возможно, через эту книгу люди стали знающими о Торе, но из-за того, что он сам не был праведником, он не был цариком, потому что его желания были для него важнее, чем желания Всевышнего. Но он мог захватывать душу. Что значит захватывать душу? Значит, человек, если убрать у человека его знания о мире, он просто вертикально ходящее животное. То есть, животное, которое, зная, где взять еду, где холодильник, как денег заработать, как там купить себе вино, то человек, он в принципе та же кошка, только более развитая в получении удовольствия. И если взять обычного человека, у которого нет идеи никаких про душу, про Бога, про развитие, то он просто, чем он в жизни занимается? Он, он как, ну, просто кот. Такой, знаете, кот или кошка, или там обезьяна. Он все время хочет там вкуснее покушать, полежать и получить больше удовольствия. Еще захватить как бы больше какого-то, коты же тоже между собой все время, они кричат друг на друга, такие, они хотят этот кот более главный, эта кошка более красивая. То есть, в принципе, вот это вот то, что остается мудрец, он более знает, где холодильник стоит. И он может больше из этого холодильника достать. Но вот в этом вся его награда. То есть, и этим он может привлекать души. То есть, он может привлекать просто других кошек, типа, он красиво слова расставил, все, вау, он поэт, вау, этот прозаик, он так красиво пишет. А куда он красиво пишет? Почитайте про всех этих поэтов, писателей, про их жизнь. Сумасшедшие, больные, все эти художники, просто сумасшедшие. Это Тридрих Ницше, который там, философ, вообще, автор теории о сверхчеловеке. Просто сумасшедшие, реально, с диагнозами, умер в психиатрической клинике, все. То есть, те люди, которые считаются умными, тот же Карл Маркстом и так далее, они просто, ну, просто они красиво слова умеют расставлять. И они захватывают души, потому что людям надо же думать. И вот они видят красиво слова расставлены. И они этим увлеклись и пошли. Но только праведник, который поставил волю Всевышнего выше, чем свои желания, он создает древо жизни. Он может перейти на следующий уровень в развитии человека. И тридцать первый отрывок. написано так, прям конкретно царь Соломон, мудрейший из людей, нам сказал. Да, говорит. Да, он сказал. Эх, села, отключился в фейсбук в самый такой интересный момент. Отключился в фейсбук. И, но не отключился у нас в ютюб и телеграм. Тридцать первый отрывок одиннадцатой главы. Да, говорит он, праведнику и на земле будет заплачено. То есть, он и здесь ему будет хорошо, и там ему будет хорошо. А в хироша в хоте. Также и злодею, и грешнику. Царь Соломон говорит, послушайте, то есть, вы можете выбирать все, что угодно, но знайте, царику, всевышний, праведнику, и в этом мире праведнику будет хорошо, и в грядущем мире будет хорошо. И также злодею, и грешнику. Также имеется в виду, что за все есть расплата. Закончил царь Соломон книгу Куэллет Экклезиаст очень такой емкой фразой, да? Написано так. Значит, в конце Куэллета написано так. Сом давар, в конце концов, а коль нишма, все понятно. Бога бойся, заповеди его соблюдай, в этом весь человек. Веда, и знай. Коль давар, яви элутимля мишпад. Каждую вещь, каждое слово приведет Бог на мишпад, на суд. Алькольный ламп, все скрытое, и за хорошее, и за плохое. То есть, все в этом мире работает причинно-следственные связи. Сделал, получи. Выполнил заповедь, получи вечную жизнь, и здесь награду. Сделал преступление, получи за него наказание, расплату, и так далее. Закон работает, видим мы это, или мы не видим. За все скрытое, и за хорошее, и за плохое, за все есть награды, наказание. Иногда мы смотрим на человека, думая, вау, он такой великий, известный, там, какой-нибудь блогер, там, все. А если бы мы знали, что с ним творится в душе, его, что у него в семье, что у него в сердце, как он болеет, какие у него проблемы, и так далее. Если бы мы знали, все скрытое, мы бы поняли, что если он грешит, то есть ему наказание. Все, друзья, удачи, успехов, чтобы Всевышний нам давал очень много награды, чтобы мы ее заслуживали, чтобы мы выполняли волю Всевышнего, и в заслугу этого Всевышний нам даст все, что нам надо в этом мире для радости, для здоровья, для благополучия, и для всего самого-самого хорошего. До завтра. Счастливо.